Около 200 протестующих собралось в здание колледжа в Гонконге, включая и тех, кто здесь учится. Они вышли на демонстрацию в знак солидарности со студентом этого вуза, которого в ходе протестов 1 октября полицейский ранил выстрелом из пистолета. На этих кадрах запечатлён роковой момент. Это первый случай применения огнестрельного оружия против активистов. До этого полиция стреляла только в воздух. При этом в этом административном районе КНР продемократические протесты продолжаются уже четвёртый месяц. Местные СМИ сообщают, что раненого студента увезла скорая. Его состояние критическое. «Это возмутительно. Такого не должно происходить в Гонконге. Действия полицейского меня очень разочаровали и расстроили. Зачем он так поступил по отношению к студенту 5-го курса? Зачем стрелять? Это же настоящее оружие». «Надеюсь, что этот случай тщательно расследуют и дадут людям ответ. Нельзя закрыть на это глаза». 1 октября протесты в Гонконге совпали с чувствительной для Пекина датой – 70-летием основания Китайской Народной Республики. В тот день Компартия провела в Китае масштабный парад. Между тем, беспорядки в Гонконге никак не способствовали поддержанию имиджа партии. Демонстранты вышли под лозунгами «Освободите Гонконг и верните власть людям». Протестное движение началось из-за спорного закона об экстрадиции. Однако это был лишь повод. Жители острова давно недовольны растущим влиянием Пекина. В этой бывшей британской колонии сохраняется относительная демократия, а Китай управляет ей по принципу «одна страна, две системы». Вслед за ожесточёнными стычками 1 октября началась уборка улиц. «Обычно всё начинается мирно. Протестующие просто идут по улице. Но каждый раз всё перерастает в насилие. Но я думаю, насилие провоцирует полиция. Теперь она использует реальное оружие, не просто слезоточивый газ». «Очень плохо, что в кого-то выстрелили. И из видео понятно, что полиция использовала силу, несоизмеримую с ситуацией. Протестующий был с трубой. А у полиции есть много способов, помимо оружия, чтобы такому противостоять». Власти также сообщили, что в результате стычек 1 октября было ранено не менее 15 человек. КНДР провела очередные испытания баллистических ракет. При этом скоро должны возобновиться переговоры между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации. «Первая ракета упала в 7.17 по местному времени за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вторая упала в 7.27 в пределах нашей исключительной экономической зоны у побережья префектуры Симаны». Сообщения о повреждении кораблей или самолётов пока не поступало. Премьер-министр Японии осудил действия Пхеньяна и сказал, что испытания нарушают резолюцию ООН. «Мы созовём экстренное заседание Совета национальной безопасности и обсудим эту ситуацию и ответные меры. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, особенно с США, и сделаем всё возможное для защиты безопасности граждан». Ракетные испытания также вызвали озабоченность властей Южной Кореи. При этом южнокорейские военные предполагают, что пуск был один и что Пхеньян испытывал баллистическую ракету, которую запускают с подводных лодок. Правительство Японии, в свою очередь, предположило, что ракета могла разделиться на две части, а потом упасть в море. Переговоры по ядерному разоружению между Вашингтоном и Пхеньяном запланированы на ближайшие выходные. Это стадо из 180 коров укомплектовано беспроводными ошейниками, которые работают по типу фитнес-трекеров. Они следят за жизнедеятельностью животных, а затем посылают данные в облако пятого поколения или 5G. После этого специальный алгоритм анализирует информацию отправляет фермерам и ветеринарам уведомления через приложение на смартфоне. Это касается случаев, если есть какие-то изменения в состоянии коров, которые могут указать на болезнь или недомогание. Работник экспериментальной фермы в британском Соммерсете Марк Гафф говорит, что эта технология повышает производительность, экономит рабочие часы и позволяет фермерам следить за стадом удалённо. Например, можно узнать, когда корова начинает рожать. «Когда данные присылают на телефон, на мобильное устройство, то всё становится более доступным и быстрым. Можно быть на другом конце здания, получить сообщение и узнать, у какой конкретно коровы потенциально есть какая-то проблема. То есть оценка идёт мгновенно». Фермам давно не чужды технологии. На них используют автоматизированные системы доения и раздачи корма. Теперь же технология 5G предлагает большую скорость закачки данных, подключение многих устройств к интернету, а также анализ данных из разных датчиков. На ферме говорят, что эффективность предприятия увеличилась. На нём ежедневно производят 5000 литров молока. Затем его продают на местный завод сыроварения. В Берлине любители истории надели средневековые рыцарские доспехи и сразились в бою. Но на этот раз они оседлали железных коней. Как оказалось, во время битвы усидеть на них нелегко. Впрочем, трудно здесь и побеждённым, и победителям. «Когда держишь копьё и ударяешь противника, могут пострадать рука и запястье. Поэтому бывают и такие травмы, не только ушибы. Но это в худшем случае. А так обычно лишь несколько зарапин и ушибов». Велосипеды используют не только в бою, но и в других дисциплинах. Каждый железный конь проходит специальную подготовку. «Большую часть времени я слежу за этими велосипедами, чтобы люди могли на них ездить. Я также забочусь о том, чтобы не было травм, то есть убираю любые детали, которые могут поранить наездников. Это моя работа». Участники фестиваля также померились силами в массовом сражении. Правда, на этот раз все спешились. Средневековые бои на велосипедах проходят в Берлине в восьмой раз. «Три девицы под окном» с этой сцены начинается легендарная сказка о царе Салтане, вернувшейся на сцену Большого театра спустя 30 лет. Опера римского Корсакова задумана как семейный спектакль. Редкий случай, когда подобная постановка рассчитана как на взрослых, так и на детей. «Мы стремились сделать абсолютно семейный спектакль. У меня был очень-очень важный мотив неполной семьи и того, что Гавитон очень ждет встречи с Салтаном. И вот вообще эта история только вышла без отца». На этой сказке Пушкина выросли и артисты, примерившие необычные для себя роли. «Когда, естественно, ты читаешь в детстве эту сказку, ты себя вряд ли представляешь в роли от Котичей и Боихи. Все хотят быть милитрисами, но в данном случае очень интересен. Для меня именно этот образ. Очень много напора, очень много надрыва какого-то такой, народной удали. Как оперный певец я понял, что это весьма историчный человек, потому что у него очень высоко написанная партия, десантония. И это накладывается на свои отпечатки. Это просто трудно петь». В центре сцены декорация «Трансформер» меняет пространство на глазах. «Там развиваются события с невероятной скоростью, потому что первая картина, а потом уже сразу же свадьба, а тут же Салтан уже это войну, и через секунду появляется ребенок. Это все происходит в течение практически двух минут. Это все сделано, кстати, как монтаж в кино». Костюмы вдохновлены картинами Ивана Билибина. Эпоха до Петровской Руси 16 века. Ткани с золотым шитьем вручную расшиты камнями. Всего в постановке задействовано 340 костюмов. «Вот я хотела сделать «Ах» в спектакле, чтобы открывался замыс. И это был тот самый потрясающий русский костюм. Тьму-дорогами у нас такая яркая, древняя, дикая Русь. Мы действительно объехали весь свет в поисках фактур, в поисках вот этого золотого шитья, в поисках настоящего византийского ткачества». Постановка станет одной из главных в репертуаре Большого театра в период новогодних праздников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова